Всем здравствуйте! Меня зовут Юля, это мой отзыв на участие в марафоне у Ольги Алексея Валяевых. Учимся общаться с мужчинами. Мой марафон продлился чуть более 60 дней, и за эти 60 дней мне удалось попробовать множество разных заданий, чтобы можно сделать свои выводы и поделиться ими с вами. Сразу скажу, что за время участия в марафоне у меня не произошло ничего такого, о чем я читала в других марафонах, отзывах или смотрела. Я не вышла замуж, не нашла любимого мужчину, потому что у меня есть муж, и он мой любимый мужчина. Не переехала в другую страну, не бросила нелюбимую работу. У меня есть маленький ребенок, и я сейчас нахожусь в декрете. В общем, никаких таких радикальных изменений. Но, тем не менее, изменения внутренние не произошли. Я шла на марафон с целью поработать над отношениями моими, мужа и еще и ребенка сюда же включила, потому что он тоже маленький мужчина. Я не скажу, что у нас был какой-то кризис, что мы были на грани развода, еще что-то, но какая-то была потерянная теплота. Я заметила, что в какой-то суете, в этом дне сурка, в общем, хотелось что-то поменять. И здесь надо понимать, что называется, хочешь изменить мир, действительно начни с себя. В общем, обо всем по порядку. Что показалось самым сложным, но в то же время было самым полезным. Это и, конечно, ежедневная отчетность. К концу было уже сложновато, уже думалось, когда это закончится. Но только ежедневная отчетность позволяет видеть движение к целям, есть оно или нет. Позволяет видеть, что сделано для этих целей, позволяет поработать со своими хвостами. То есть постоянно поддерживать этот режим в жизни довольно сложно. Вот эти такие два месяца, такой встряски плотной работы с конкретно какими-то целями, они прям были очень полезны. Дальше конкретно и именно эта отчетность позволила мне вот прям четко просветить взаимосвязь между моим настроением, моими эмоциями и тем, какой я выхожу в этот мир, чем я делюсь с окружающими, в частности, со своими близкими людьми. Да, об этом сейчас много говорится. То есть женщине надо уделять время себе, надо наполняться, тогда она будет там замечательно, доброй, милой и пушистой. Я тоже это все знала, читала, но марафон, именно вот эта вот отчетность, когда я каждый день набыла, наполняла марафон, что я сделала для себя. У меня были недельные провалы, когда для себя даже 30 минут я не могла выделить. И ну прям все знают, в кого может превратиться женщина, вот в таком настроении. И тогда я просто главной целью на следующий день, это тоже был один из пунктов отчета, я ставила просто уделить время себе. И не что-то там сделать, не что-то там помыть, убрать или там какие-то такие дела, а именно время себе. Ну раз мы уж говорим о муже, аризонный вопрос, что же поменялось? Первые две недели марафона, одни как бы были проверочные, такое ощущение, причем многие участницы заметили и писали в отчетах, это как будто вот специально у всех там ухудшились немножечко отношения, какие-то были ссоры, недопонимания, как будто вот мы же в марафоне, мы должны это все уметь проработать. Вот, у меня в отчете были такие две графы, которые я себе сама выбрала, это сколько раз за день я мужа обняла, и в каком настроении я его встретила с работы. Вот, и как раз на начальном этапе марафона я видела, что вот в моих этих показателях, ну был прям такой жесткий минус. Я уставала дома с ребенком, какие-то, ну в общем, не буду много говорить, к концу дня, сил каких-то эмоциональных на то, чтобы вот просто встретить мужа, обнять, поцеловать, и хотя бы не выдавать ему претензии, а просто вот спокойно встретить, ну вот не оставалось никаких. Вот, и когда я увидела этот вот пробел, я подумала, что надо что-то с этим делать. Вот, был такой момент, когда действительно мне надо было себя в чем-то пересилить. То есть, да, ничего не поменялось в моей жизни, я устаю, ребенок также, допустим, капризничает, но я знаю, что муж вечером приходит с работы. Нет, я его не встречаю с песнями, плясками, и вообще там такая щебечу ему милые речи на ухо. Я хотя бы его обнимаю, целую, спокойно кормлю, стараюсь не предъявлять никаких эмоций. И что самое удивительное, каждый раз это давалось легче и легче. И как-то я стала искать плюсы в дне и не обращать внимания на минусы, которые приводили бы к моему плохому настроению. В общем, где-то через две недели таких изменений, муж уже забыл, что я участвую в каком-то марафоне, он мне сказал, что, говорит, в тебе что-то поменялось. Какая-то, говорит, ты стала более спокойная, говорит, в таком настроении хорошем встречаешь меня домой, но мне прям еще больше хочется теперь бежать прям домой, больше времени с вами проводить, а то я так приходил такой загруженный, ты там еще меня встречаешь, ну, не совсем принцесса. В общем, это был для меня такой явный показатель, что я двигаюсь в нужную сторону. Кто-то может сказать, как бы, а почему, собственно, с меня надо, вот я же тоже устаю, да, но я считаю, что... И я как бы шла с мыслями такой марафон, и считаю, что только с подобными мыслями надо туда идти, потому что весь марафон как бы пронизан такой нитью, что надо начинать с себя. Много заданий было, когда предлагалось посмотреть, например, и на себя, и на мужчину, вот, и посмотреть на себя со стороны, то есть мы не всегда тоже девочки-припевочки, которые всегда радостно видеть. Некоторые задания дают это понять, например, там какая-то наша реакция на определенные вещи, вот, так что, а тем более семейная жизнь, это работа обязательно, вот, но если ее выполнять, то это дает очень хорошие плоды. Что еще хотелось сказать? Очень хороший формат выполнения заданий по два дня. За два дня можно, в принципе, окунуться в это задание, что-то отследить. Не всегда именно два дня удавалось выполнить, за два дня задание в какой-то день не удавалось, но, тем не менее, очень много заданий, которые тоже я что-то знала, где-то читала, но применять на практике, это вот дошло только при участии в марафоне. Вот. Ну, что я хочу сказать? Я думаю, обязательно я повторю такой опыт через какое-то время. В принципе, то, зачем я шла на марафон, я это получила, не все, но вот именно, что касается отношений мужа, отношений ребенка, я научилась отслеживать свои эмоции, научилась контролировать, научилась где-то не то, что их подавлять, а просто я знаю, что их не надо развивать. Стало меньше где-то жалости в себе, в которой я любила повариться, ну вот, стало больше внимания к моим любимым мужчинам, и это дало замечательные результаты, я считаю. Главное, теперь после марафона это все не бросить, также вот жить в осознанности, отслеживать какие-то моменты, которые нравятся или не нравятся. Я однозначно рекомендую пройти вам любой из марафонов, не обязательно этот, у Ольги много марафонов. Вы получите при условии добросовестного выполнения всех заданий, результаты обязательно будут. Как минимум, марафон позволяет заглянуть глубже внутрь себя, понять, какие есть проблемы, если не удастся их проработать на марафоне, то вы хотя бы будете знать, с чем работать еще. Вот, спасибо большое, что вы посмотрели. Мне будет очень приятно вашей оценке. До свидания.